Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, еще раз доброе утро. У нас сегодня гость. Это член Совета аэропорта Рига, эксперт транспортной отрасли, секретарь Центра исследований Балтийского региона Васап Талис Ринкайтис. Доброе утро. Доброе утро. Да, но я думаю, что прежде всего наших радиослушателей, особенно тех, кто путешествует, в том числе с самолетом, вот, конечно, интересуют принятые решения о создании регистра авиапассажиров. Что это значит для самих пассажиров, для аэропорта, вообще для авиационной отрасли? Ну, для путешественников, для тех, кто использует продвижение самолетами, я думаю, ничего принципиального не изменится, потому что те данные, которые будут собирать новый регистр, они все те же, которые уже собирают авиакомпании, когда вы покупаете билеты. То есть, ваши паспортные данные, куда вы летите, какой у вас багаж, это все складывается в регистр, авиакомпании должны это передать держателю регистра, который в Латвии полиция безопасности, и дальше, в принципе, что они будут там делать с этими данными, это уже забота вот этих структур безопасности. Я так понимаю, основная цель вот этого – это обеспечение вообще безопасности полетов, да? Да, это предотвращение разных инцидентов, террористических актов, и об этом говорили уже давно, отдельные страны уже такие регистры имеют, Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и там еще, и вот Европейский Союз тоже решил, что такой регистр нужен. Значит ли это, что будет наважен какой-то и обмен информации между, не знаю, службами безопасности? Да, это предусмотрено, что при необходимости этими данными могут пользоваться и другие структуры других членов Европейского Союза. А если Вы говорите, что эти данные собирались и до сих пор, то зачем понадобилось принимать отдельный закон? Может быть, уже возникали какие-то проблемы между авиакомпаниями и структурами безопасности? Может быть, нельзя было до сих пор эти данные передавать туда, где их хотели видеть? Ну, эти данные собирали сами авиакомпании для внутреннего пользования. Если есть необходимость этих данных собирать со стороны структур безопасности, то тогда есть определенная процедура, там структуры спрашивают эти данные, через несколько недель им отвечают, и, конечно, это во время таких террористических актов и еще каких-то инцидентов обмены данным должны быть более быстрыми. И потому и сделали эту схему. Это компромисс между авиакомпаниями и структурами безопасности европейских стран. Это вводится во всем Европейском Союзе. Ну, конечно, для авиакомпании это будет больше работы, но мы понимаем. А служба госдоходов, например, будет иметь доступ к этому регистру? Будет иметь доступ таможня и финансовая полиция, но санкции судьи и как доступ к всеми базам данных. Ну, то есть те люди, которые следят за тем, сколько мы зарабатываем и тратим, насколько это соответствует друг другу, вот они и смогут причитать, насколько часто человек путешествует, например? Там есть определение, по каким статьям или по каким преступлениям можно обращаться к этой базе данных, но это тяжкие преступления. Это не уклон от оплаты налогов, но если вот там вот такие террористические акты, коррупционные какие-то проблемы, то тогда можно. 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, пишите нам в видеочате на портале Мекс.Ньюс.ЛВ, присоединяйтесь. Да, наверное, тяжело найти, по крайней мере, Жанина, который вот хотя бы раз не был в аэропорту Рига, а на самом деле множество раз. Вот недавно вы возглавили совет, который был создан, совет аэропорта Рига. Как вы видите развитие самого аэропорта, его инфраструктуры? Ну, если смотреть по сравнению с другими аэропортами Балтийских стран, то мы все время являемся центральным хабом, и эти позиции нам надо удержать. Если смотреть на наши соседи, то литовцы очень так взялись за это дело, у них рост пассажиропотока большой, но если сравнить по численности маршрутов, которые выходят из Риги, и по тому, используют ли бизнес пассажиры, то мы, конечно, самые лучшие, и этим мы гордимся, и на этом будем стоять. Недавно мы открыли новый терминал. Это тоже способствует тому, чтобы быстрее был пассажирооборот, и наши авиакомпании чувствовали более уютно в нашем аэропорту. То есть, ну, есть еще планы привлечь другие авиакомпании, да? Ну, эта работа ведется все время, потому что, хотя рынок, в принципе, насыщен, но все равно мы ищем, где есть новые маршруты, мы очень рады, что наш национальный перевозчик, аэрболтик, наконец-то вот встал на ноги после бурных лет и развивает свою сеть маршрутов, свой парк самолетов. Так что тут тоже есть хорошие новости для наших путешественников. Есть ли какие-то планы по, не знаю, по развитию каких-нибудь торговых центров, еще что-то, чтобы люди могли тоже что-то покупать? Я понимаю, что есть вот это дьюти-фри, но тем не менее. Да, но каждый раз, когда вот сдается новый терминал, тогда есть новые торговые места. Да, но что важно, чтобы те, которые путешествуют, они вовремя могли дойти до самолета, это самое главное. Потом уже разные торговые точки, это просто такое приложение. Да, может быть, еще говоря об аэропорту Рига, об аэропорте. Вот что касается вот этих взлетных повоз, тоже были проекты по их расширению и так далее. У нас взлетная полоса дает возможность обработки всех видов самолета. Мы помним, что президенты США тоже прилетали на Большом Боинге. Ну, за исключением А-380, все другие самолеты мы можем принимать, тут проблем нет. Так что в очень долгосрочной перспективе есть запланирована тоже вторая взлетная полоса, но это при потоке 5 миллионов пока не нужна. Давайте, может быть, озвучим тот опрос, который появился у нас на сайте, в видеочате, как вы воспринимаете создание регистра авиапассажиров. Первый вариант – это нужно для нашей собственной безопасности. Второй вариант – это нарушение прав человека. И третий вариант – это ни на что не повлияет. И вот, кстати, сообщение в видеочате, вопрос от нашего радиослушателя, который считает, что вот весь этот регистр – это чисто контроль из ГД, кого потом обложить налогом, кто работает за границей. Что можете сказать? Ну, я могу только повторить то, что я уже сказал, что данные, в принципе, держатель данных госполиции, и есть определенная схема, по которой разные структуры могут эти данные доставать из регистра. Там нужна санкция судьи. Ну, санкции судья не дает просто так, это если есть какое-то уголовное дело, что-то такое. Ну, я думаю, что большинство наших слушателей не являются уголовными преступниками или уклонистами от Интерпола и тому подобных. Так что я думаю, что на них это никак не повлияет. А вот финансовый вопрос, потребует ли это каких-то новых издержек со стороны, не знаю, аэропорта или тех же служб безопасности, кого-нибудь? Ну, аэропорт в этом никак не вовлечен. Издержки, конечно, будут у авиакомпании, которые эти данные должны передавать. И там даже два раза, потому что первое, эти данные вводятся, когда вы покупаете билет, а потом они подтверждаются, когда вы сели уже в самолет и не можете из него выйти. То есть, чтобы было ясно, кто именно на самолете летает. Да, вот не могу вас не спросить, как у эксперта по транспортной отрасли по поводу Rail Baltic, как вы видите развитие этого проекта, поскольку разная информация идет, что вот Литва постоянно думает, как бы чуть не выйти из этого проекта. Я знаю, что, возможно, как-то аэропорт тоже будет интегрирован в Rail Baltic. Да, ну, проект, по-моему, продвигается так, как и нужно, потому что проект, конечно, большой, интересы у стран разные, но все три страны Балтии уже вот на той фазе, когда, в принципе, маршрут, трасса, железная дорога определена, и сейчас идут работы вот именно по дизайну, по техническим каким-то характеристикам, и аэропорт тоже получит свое удовольствие от этого проекта. у нас будет станция Rail Baltic именно напротив терминала, и с шаттлом это будет соединено с главной центральной станцией Риги, то есть те, которые будут летать нашими самолетами, они потом смогут быстро доехать до центра города. Как вам кажется, как долго это все будет реализовываться? Потому что, вроде, когда ты читаешь, что это очень отдаленная перспектива, многие не понимают, вроде, выделены большие ресурсы, казалось бы, может привлечь строителей и все это ускорить. Да, ну, проект большой, потому и есть разные стадии согласования проекта, но я думаю, когда начнется уже проектирование и строительство, то это пойдет быстро. 2022 год, это когда мы надеемся на нашу железнодорожную станцию у аэропорта Риги, и 2025 год, когда вся линия должна быть построена. Ну, как это пойдет, мы увидим. А вся линия, это имеется в виду что? Это линия во всех трех балтийских странах, тогда мы будем соединениями с Сталином, с Каунасом, да. Ну, и как пойдет дальше в сторону Польши, это еще другой вопрос. А нет ли здесь какого-то противоречия вот с развитием того же аэропорта Рига? Потому что мы знаем, что много дешевых рейсов есть, так можно сказать, где можно быстренько добраться там из точки А в точку Б и спрашивается, зачем же, ну, как бы, пользоваться поездом в 21 веке, когда есть такие, ну, относительно дешевые виды быстрого добраться с помощью самолета? Ну, если смотреть по ценам на авиабилеты и железнодорожные билеты и автобусы еще, которые, да, тоже оперируют между нашими странами, то цена билета Реобалтика должна быть где-то посередине. Да, вот я об этом. То есть он и будет быстрее, чем автобус, ну, если смотреть вот именно между Ригой и Таллином, может быть и так, что по железной дороге вы сможете, сможете доехать быстрее, даже чем на самолете, потому что все эти проверки, проверки, да, посадка, высадка, багаж, все это, если брать во внимание, то от центра города до центра города должно быть, ну, быстрее. И в этом есть польза от Реобалтика. А есть ли вариант, при котором государство не получает, скажем так, какую-то отдачу от своих инвестиций в этот проект? Ну, что большую часть нам, конечно, платят еврофонды, но мы тоже со своей стороны что-то вкладываем. И, насколько я понимаю, не факт, что вот именно госструктуры будут оперировать в итоге этой железной дорогой, то есть рассматривается вариант, при котором все финансовые, в том числе риски, берет на себя какая-то частная компания, неважно, даже местная или не местная. То есть в таком случае получится, что если удастся заработать, то зарабатывать будет кто-то другой, но не государство, которое, собственно, эти деньги вкладывали. Вот не обидно с точки зрения госбюджета? Ну, для государства главная задача построить эту инфраструктуру, и потом кто будет оперировать, но это, в принципе, и сейчас частные или полугосударственные компании, железнодорожные компании. И тогда задача привлечь как можно больше этих операторов, которые будут на этой трассе. В принципе, насколько я знаю, расчеты имеются, окупаемость этого проекта есть, где-то в 30-40 лет, что для такого большого проекта инфраструктура оптимальна. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, вернемся буквально через несколько минут, не переключайтесь. Доброе утро еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Напомним нас в гостях член Совета аэропорта Рига, эксперты от транспортной отрасли, секретарь Центра исследований Балтийской региона. Васап Талис-Рынка, это доброе утро. Доброе утро. Да, не могу вас не спросить, вы тоже, я помню, давали комментарии в СМИ по поводу этой активной дискуссии. Сейчас она, правда, чуть притихла, но, видимо, скоро возобновится вновь, все-таки выбор на носу. Это трамвай улицы Сканстас, как вы знаете, кто-то уже назвал это Капу трамвай, была целая дискуссия, хотя сама Рижская дума поясняла, что не было в мыслях вести трамвай прямо по этим могилам и так далее, но вот дискуссия идет. Как вам кажется, что делать в этой ситуации? С одной стороны, есть возможность получить европейские деньги, и там есть определенные условия, ты не можешь там пускать электротранспорт, где он уже есть. Как вам кажется, что в этой ситуации делать? Найти все-таки другое место или пытаться как-то спланировать по-другому, или вообще, может, трамвай не нужен? Ну, как рижанин, я, конечно, надеялся бы, что трамвай шел, скажем, в Пурциямс или продлили линию в Кенгараксе, но как планировщик, мне тоже странно как-то вот, почему выбран именно этот маршрут. Может быть, не так важно там капы, не капы, но то, что линия идет через Кангстер, где примерно не больше двух тысяч людей живут и работает там шесть-семь тысяч людей, по сравнению с Пурциямсом, это, ну, очень малая часть. Я очень сомневаюсь, что такая линия окупится так, как это предсказано в этом проекте. Я так про Пурциямс, видимо, проблема в том, что там идет троллейбус, вроде бы нельзя две линии пускать, так вот, пока не менее, Дума поясняет, что было условие, что не должно быть другого электротранспорта в этом месте. Ну, я думаю, что обосновать можно у нас все, если есть желание, и, насколько я знаю, трасса в Пурциямс, она не ходила бы прямо в Пурциямс, но пошла до дрейлинг, и там, конечно... Там только автобусы, по-моему. Там только автобусы, и если там это сочетать с парк-эн-райд-системой, то есть там уже есть недалеко на улице Даглова стоянка машин, если это, ну, так с умом подходить, могли и сделать хороший проект. Ну, сейчас, ну что, ну, надо жить или с этим проектом, есть, конечно, вариант, что Рижская Дума передумает и возьмет этот проект обратно и... Предложит что-то другое, да? Предложит что-то другое, время еще есть. Но я так понимаю, что Скансис, вроде бы, по крайней мере, так нам говорит, Дума будет как-то развиваться, и будет там больше людей. Ну, как будет развиваться мы, эти разные мысли о том, как Скансис будет развиваться, слышим уже где-то лет 10. Я, скажем, помню, что когда выстраивали арену Рига, сказали, что там будет парк. Ну, парка пока нет. Говорили, что там будут новые микрорайоны строиться. Ну, те темпы и те жилые дома, которые там построены, которые там продаются, квартиры за бешеные деньги, это не для каждого рижанина. Но я не вижу, где там будут все эти новые, модернные там центры развиваться. Ну, возможно, все-таки владельцы этих квартир действительно склонны ездить на частном транспорте, нежели пользоваться трамваями. Ну, вот по поводу финансового вопроса и сдержек на использование городского транспорта, вот некоторые кандидаты в море и ринге обещают снизить в два раза стоимость билета. Вот как считаете, это, в принципе, возможно ли и при каких условиях? Ну, я так понимаю, конечно... Все социал-демократы. Да, сейчас все смотрят, что делают Ушаков и хотят то же самое делать. Кто больше, кто больше, что-то там... Победит тот, который скажет, что теперь я буду доплачивать за то, что вы пользуетесь транспортом. Вот и все в трамвае, еще деньги получите. Ну, в принципе, там есть возможность. Если посмотреть на вариант Таллина, где транспорт бесплатный, конечно, это теоретически возможно, но это надо понимать, что кто-то за это все-таки должен платить. То есть, это будут опять наши деньги, налогоплательщиков, языческого бюджета. Уже сейчас Рига с Сатексом получает очень великую часть от бюджета Риги. Так что я думаю, ну, там может быть 10% снизить на какие-то затраты, рационализировать маршруты или что-то подобное. Но так, чтобы наполовину снизить цену билета, ну, это... Ну, избиратели должны подумать об этом. А давайте примем звонок, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро, Радио. Великолепная передача. Великолепная тема. Я хотел бы добавить к вашему гостю, я, правда, включился довольно-таки поздно. Ведь в старое советское время тоже были не дураки, раз они когда сделали мост ушкалный и на нем проложены трамвайные пути. До сегодняшнего дня они там лежат. Почему бы нельзя было бы пустить трамвай через Пурсенск, как ваш вось сказал, и там в дрели неликуда пустить. Вот, чем пасканство. Это мое мнение. Спасибо. Да, я полностью согласен. Уже в советское время построили, там трамвайные пути есть. Я не знаю, в каком они состоянии, или можно их использовать, но, в принципе, там даже оставлены красные линии улиц для того, чтобы трамвайная линия шла в Пурсенск. Еще у нас звонок, надевайте наушники 672-12-93-9, 672-13-93-9. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Я как раз выступаю за этот новый проект. Смотрите, я жил в таком комфортном городе, как Амстердам, два года. И вот этот проект мне очень напоминает город Амстердам. То есть, смотрите, у нас будет старый город, тот, который для туризма, и будет настоящий деловой центр. Наконец-то в Рижской думе сделали хоть одно решение для бизнеса. Понимаете? Вот там нету большой застройки, но там третьи высотки, что стоят, это фактически пять поселков. И если там сейчас по плану будет строить офисные здания, у нас будет гигантский бизнес-центр, чуть-чуть сбоку будет Старая Рига. Мне кто-то по бизнесу туда приехал, и мне очень легко можно доехать до старого города, показать людям город и заниматься бизнесом. А по поводу трамвайной ветки, все клерки в Амстердаме ездят на этом трамвае, если он соответствует стандарту. Спасибо. Ну вот если такое мнение, кстати, в догонку, что касается Таллина, да, там действительно для тех, кто задекларировал в Таллине, транспорт общественный бесплатный, но мне показалось, когда я был в Таллине, что все-таки вот этот общественный транспорт хуже качества. Старые автобусы довольно-таки пошарпанные, такое у меня ощущение сложилось. Да, у них, конечно, меньше денег остается на обновление транспорта. Но, что говорить, конечно, есть свои плюсы и для Лины из Канстеса, но надо взять во внимание то, что, к сожалению, численность жителей города Риги не растет. Если я когда иду, скажем, по Бриви, посмотрю пустые здания, то есть нам надо сконцентрироваться на обновлении или как-то оживить уже существующие площади, где уже есть постройка, и потом только думать о том, как мы будем развиваться в новые местности. Ну, что касается Бриви, возможно, это моя версия, может быть, многие не хотят там снимать офисы, проблема парковаться. Вот это серьезная проблема для центра Риги. Это большая часть центра, не только Бриви. Да, да, да. Еще, может быть, время от времени, вы тоже знаете, вот в интернете, на интернет-порталах время от времени возникают такие дискуссии, не возобновит ли нам вот проектирование там метро или в каком-то его виде что-то пустить под землю? Я понимаю, что на том метро, которое планировалось в советское время, это утопия сегодня, но какой-то вот там по типу немецкого варианта что-то вот под землей пустить? Или это нереально сейчас? Ну, если у нас была бы нефть или наш бюджет куда-то... Так мы ищем, мы ищем, ищем. Как что-то, ну, мы нашли что-то такое, что стали бы два раза богаче, то, конечно, мы смогли об этом говорить, но сейчас, я думаю, мы должны думать о том, как ускорить общественный транспорт, тот, который у нас есть, в основном это трамвайные линии, отделить их от общего потока машин на улицах, и это уже было бы, ну, таким большим плюсом. 672-12-93-9, 672-13-93-9, доброе утро. Доброе утро. Доброе. А вам не кажется, что сейчас при обсуждении этого проекта, который, в общем-то, пошел в заключительную стадию, у нас повторяется история, как было с мостами, когда уже полностью было готово. Даже схема финансирования, все финансовые потоки по Северному потоку, который разгружал весь центр, обеспечивая работу Рыжского порта и плюс сокращая расстояние Болгарова и Центрс, началось обсуждение, что вы идите по туннелю или там вдоль моря идти нехорошо, надо вот по мосту, южный мост, который, в общем-то, довольно сырой был проект, когда его начали ставить, который не закончен до конца, на сегодняшний день, кончается в тупике, а Рига платит бешеные деньги за это дело, где мост используется очень мало. Не повторяется ли история, что вот теперь, когда кто-то дал проект, следующий старается прийти на то, чтобы поломать готовый проект и предложить что-то непонятное что когда-нибудь. Удачного дня. Спасибо. Ну, я бы сказал, что для меня непонятно, как принимаются решения стратегической важности в городе Риге, потому что это вопрос с трамваем не единичный случай. Вот в ноябре месяце я знаю, что Рига решила, что не будет строить вот именно вот этот новый северный магистраль, что все деньги будут переложены именно на южный, на удлинение южного моста, там, этой трассы до Зебнеккаунса. До того были вложены очень большие деньги для разработки вот этой северной магистрали. Там тоже не только рыжские деньги, но и государственные, и европейские деньги. Сейчас, вот так, не знаю, кто решил, что будем развивать другое направление. И то же самое с трамваями. Вот, скажем, есть документ по долгосрочному развитию города Риги 2030. И там расписано не только Сканстес, но и вот Пурциямс, Дрейлыни, Берги, другие, Кенгаракс, удлинение линии. И почему остановились именно на Сканстесе, и кто, и как, такого публичного обсуждения разных вариантов не было. И, насколько я знаю, даже депутаты Рижской думы были поставлены, ну, как, вот, сегодня мы решаем, и все. А по поводу портов, и, может быть, в этом контексте немножко о, также, городском транспорте и вот об этом районе, учитывая те процессы, которые мы наблюдаем в последнее время, я имею в виду сокращение российских грузов, сокращение, в принципе, объемов перевалки в наших портах, и не совсем радужные перспективы, учитывая развитие инфраструктуры в самой России. Вот, как считаете, может быть, нам надо смириться с тем, что Рига перестает быть городом-портом, и, может быть, в какой-то момент нам и эти территории надо будет осваивать, те, которые сейчас имеют какое-то индустриальное предназначение, может быть, лет через 10-20 они уже не будут иметь такого значения? Ну, тут, наверное, два вопроса. Во-первых, вопрос, как развивается товароборот в Рижском порту по сравнению, скажем, там, с Венспилсом-Лепой. Но падает медленнее. Падает медленнее, но все равно порт есть и будет, там грузов достаточно. Другой вопрос... Несмотря на всю геополитику, несмотря на развитие российских портов? Да, конечно, конечно, если смотреть, какие грузы идут, я не так пессимистически настроен, как вы. Я просто спрашиваю. Но, конечно, общая тенденция такова, чтобы вынести портовые территории из черты города, вынести, ну, скажем так, чтобы не мешать жителям города. И мы уже это видим. Андрейсала, где раньше были портовые мощности, они перемещаются в сторону Кривусала, другую часть города, подальше от жилых домов. И тогда, конечно, эти территории, которые мы получаем, они обустраиваются. Это во всех портовых городах мы можем в Европе это видеть. Я надеюсь, что будут очень красивые дома когда-то вот Андрейсала. Да, кстати, в Гамбурге, на тех же старых портовых территориях, насколько я понимаю, недавно открылся новый концертный зал, очень дорогой, причем даже для самих немцев, что удивительно. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, не так много времени у нас остается до конца передачи. Но раз уж мы затронули международную тему, международных перевозок по поводу китайских поездов и шелкового пути, тоже об этом очень много говорят в последнее время, мы мечтаем получить полноценный поезд. Один уже получили, но, правда, он был не совсем полноценный, в том плане, что товары были предназначены совсем не для наших портов, он уехал разгружаться назад в Белоруссию. Насколько реален этот проект? И я понимаю, что физически он может дойти, мы это все уже наблюдали. То есть железные дороги есть, в этом плане все в порядке, но с коммерческой точки зрения. Вот насколько это направление перспективно и кому оно, собственно, может понадобиться? Ну, скажем так, поскольку товарооборот в портах падает, ну, как вы говорили, мы, конечно, заинтересованы во всех видах грузов от всего мира, где мы можем достать грузы. И, конечно, теоретически есть такая возможность, что через Беларусь потом эти грузы от Китая сортируются, и какая-то часть грузов идет в Скандинавию. Тогда можно использовать наши порты для этого направления. Но сказать, что это будут большие объемы, ну, это быть очень большим оптимистом. И я просто надеюсь, что следующий поезд там у нас будет не через 5 лет, но как-то пораньше. А на какие объемы можно рассчитывать? Ну, хотя бы один состав в неделю или в месяц или в год? Ну, так и говорят, что было бы хорошо, если бы был один состав в месяц, скажем. Но пока вот, по-моему, вот то, что было, это был какой-то потемкинский поезд. Ну, так для галочки это сделали, показали, что теоретически возможно эти грузы такими темпами сюда привлечь, но реальной пользы от этого пока нет. Да, может быть, такой вопрос еще хотел задать, возвращаясь к краю Балтику. Так, все-таки, не кажется ли вам, что это в основном действительно будет проект, может, и нужный, но в основном для пассажиропотока, то есть грузопоток все-таки вот в этом направлении большим не будет, чтобы купилось это когда-нибудь? Ну, если бы вы встречались, скажем, с финскими предпринимателями, они очень-очень надеются на эту линию, потому что именно для Финляндии эта линия важна как грузопоток, потому что сейчас они должны все свои грузы направлять или морским путем, или большой обходной путь через Скандинавию. И они просто ждут, не дождутся, когда вот все, скажем, там ихняя промышленность сможет доставлять через Рио-Балтику. Так что есть, там есть возможности и для грузопотока. А вот, может быть, еще пару слов буквально о погоде, те шторма, эти повреждения, которые мы наблюдали недавно на Балтийском море. Насколько это новое явление, это, может быть, следствие потепления климата, или это, в принципе, всегда было, просто как-то вот не замечали? Ну, я не эксперт по климату, но думаю, что ничего такого особенного для нас это не меняет. Насколько я знаю, что климат у нас только улучшается по сравнению с южными странами, где может быть и засуха, и все такое. Я надеюсь, что... Это шторма были всегда? Да, шторма были всегда, и в этом ничего такого особенного нет. Наши там Таллинг, эти суда тоже предназначены для таких штормов. А вот несколько вопросов или замечаний из видеочата. Один из наших радиослушателей пишет о том, что Хорватия построила уже три автобама. Почему вот Латвия не использует деньги ЕС столь же эффективно? Почему у нас этих дорог не появилось, или почему мы их, может быть, не видим? Это я уже от себя добавляю. Ну, у нас по сравнению с другими странами численность дорог или километраж дорог на одного жителя очень большой. Скажем, по сравнению с Данией, на два раза больше, чем в Дании. А платежеспособность и бюджетная возможность у нас намного ниже. И потому и на всё не хватает. Такое моё мнение насчёт этого. Конечно, хотелось бы, но... А вот ещё один вопрос. Туннель Латвии-Финляндия. Насколько это реально? Латвия-Финляндия? Ну, это такое... Есть проект Туннеля Эстонии-Финляндии. Таллинг-Хелсинки. Таллинг-Хелсинки. Да. Он, конечно, тоже пока нереальный, но если Реал-Балтика пойдёт, и мы увидим там большой грузопоток и пассажиропоток, будет экономическое обоснование думать о Туннеле. А может быть, зачитаем результаты опроса на нашем сайте. Он уже закончился. Как вы воспринимаете создание регистра авиапассажиров? Первый вариант – это нужно для нашей собственной безопасности 50%. Второй вариант – это нарушение прав человека 30%. И третий вариант – это ни на что не повлияет 20%. 672 12 93 9, 672 13 93 9. У нас ещё несколько минут остаётся до конца эфира. Звоните, присоединяйтесь. Да, ну что, я думаю, что, наверное, всё-таки, подводя итоги, возвращаясь к аэропорту Рига, может быть, такой последний вопрос. Есть ли возможность привлекать еврофонды для развития аэропорта? Потому что мы всё время говорим о каких-то проектах, там, с Канстес, других автомагистралей, Райл Буртик. Что касается самого аэропорта Рига, какая киевая здесь происходит. Будет и в этом периоде один проект по привлечению европейских денег для улучшения инфраструктуры аэропорта, но он будет маленький. Чтобы закончить наш разговор, я бы хотел порекламировать последнее решение правительства Беларуси. По отмене краткосрочных виз. То есть, пять дней вы можете сейчас бывать в Беларуси без виз, но при этом вы должны летать через аэропорт Минск. Только один пункт... То есть, самолёт, например, Рига-Минск. Да. Годится. То есть, на машине нельзя. Да, и потому я надеюсь, что наши слушатели используют эту возможность, и это будет очень хорошим таким толчком для развития авиасообщений между Ригой и Минском. Но это значит, что нужно полететь Рига-Минск и, в принципе, вернуться тоже через аэропорт. Да, да. Это нельзя потом в Минск сесть на автобус и вернуться в Ригу. То есть, лучше купить билеты сразу туда и обратно, так я понимаю, да? Совершенно верно. Я бы, конечно, предложила позаимствовать идею, сделать, например, скидки на получение ВНЖ тем, кто путешествует через аэропорт Рига, или дальше уже по проекту Rail Baltic, или по какому-нибудь другому стратегическому проекту. В Минске, что там лететь всего час, наверное, с чем-то, и вы уже в Минске, так что красивый город. Спасибо большое, это Алис Ленинкайцев у нас был в студии, большое спасибо. Спасибо.